Ну что, для Киева сегодня и для жителей Голосевского района очередной радостный день, да? Метро всё ближе и ближе, до конечной его станции назначения, теремки. Ну и мне очень приятно видеть, что в такой короткий срок метростроевцы сделали такую, на мой взгляд, очень красивую станцию, современную. Ну вот за два года, это вообще уже пятая станция, да? Пятая станция. Таких темпов строительства метро даже в советское время не было. Так или не так? Кивляне, а вам надо метро, нет? Серьёзно? А может остановимся? Вот Троещина. Вроде кто-то говорит, что не надо строить метро на Троещине. Да! Надо! А давайте проголосуем, кто за метро? Все! Пустили на главу! Так, опустили. А кто против? Нет! А есть против, ты смотри. Это шутник? Шутка, да? Дорогие друзья, шутки шутками, а строить метро, как тяжело. И метростроители это знают, и я, как премьер-министр, это знаю. Это очень непростая задача обновлять страну, модернизировать её и решать такие вопросы. А вы чувствуете, что Киев за последние годы обновляется? Чувствуете или нет? Да! Вот такой темп, какой мы набрали, так и надо держать. А мне очень радостно это видеть. Вот я проезжал сейчас по московской развязке, смотрел на обновлённый Голосельский парк, на станцию метра ВДНХ, вот сейчас ипподром, а дальше оно пойдёт на Теренки. И совсем недавно мы рассматривали перспективные планы вообще реконструкции всего Голосельского района. А совсем недавно мы были на открытии хорошего комплекса живых домов в Голосельском районе. И вот сейчас Киев обращается в правительство и говорит, а хорошо бы ещё ветку метро повернуть направо, в сторону района, микрорайона Теренки-2 и Теренки-3. Там будет жить 45 тысяч людей. И мы сейчас эту проблему изучаем. А вчера мы открыли скоростной трамвай, который позволяет Строечину добираться до станции окружной железной дороги. Это только два небольших эпизода из той большой работы, которая проводится по всей стране. Но я желаю метростроевцам побороть все трудности, а их немало. Настроиться на как можно более быстрое завершение работы по станции Теренки. И такую задачу я перед вами ставлю. Ну и быть готовыми к тому, чтобы я вчера обещал уже жителям Троечины. А сейчас подтвержу, чтобы завершив вот это направление, перейти на такую перспективную и серьёзную работу. Мы должны Троечину связать с центром города метро.